Ибо мы уверены в том, что совесть наша чиста и хотим вести себя подавающим образом во всем, что делаем. Они Иисусу задали вопрос потом, какое право ты имеешь так поступать? Их это задело. Им больно стало, их это обличило, потому что они должны были корректировать, они должны были объяснять это людям. А можно, да, и люди не те, а можно каждое утро говорить, Господи, благословляю тело свое. Так или нет? Благословляю разум свой, благословляю уста свои, благословляю дом свой, благословляю финансы свои, благословляю детей своих. И даже если вы не видите, что... Поклоняйся, 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 Иисус. Поклоняйся тебе, Господь, поклоняйся тебе, Рождаю. Господь, стоим в благоухании, Господь, перед тобой, Дух Святой, Аллилуйя. Мы просим тебя, Господь, чистить сердце. Аллилуйя. 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 Поклоняйся, Бог. Поклоняйся, Иисус. Аллилуйя. Поклоняйся, Бог. Иисус. Иисус. Поклоняемся, Иисус. Пусть благоуханием будет моя хвала. Поклоняемся, Иисус. Пусть благоуханием будет моя хвала. Поклоняемся, Иисус. Поклоняемся, Иисус. Поклоняемся, Иисус. Поклоняемся, Иисус. 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 Поклоняемся, Иисус. Иисус. Поклоняемся, Иисус. Поклоняемся, Иисус. Поклоняемся, Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Халилюя, Халилюя, Халилюя Господь, мы благодарим Тебя Иисус за Твою жертву на кресте, за каждого из нас Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты умер и воскрес, Господь Иисус этим самым Господь подарил нам спасение Подарил нам возможность общаться с Тобой Господь подарил нам новую жизнь Мы благодарим Тебя Мы стоим на этой месте, Господь Мы открываем Тебе сердце Господи, мы каемся перед Тобой в наших грехах, Господь Вольных и невольных, Господь Халилюя, Халилюя Мы просим Тебя, Господь Пусть ничто не закрывает нас от Тебя, Господь Пусть никакое тусклое стекло, Господь, греха или отчуждения, Господь Оно не закрывает, Господь, нас от Тебя и Тебя от нас, Господи Халилюя, Халилюя, Дух Святой Мы хотим, Господь, близкого общения с Тобой Мы хотим, Господь, чтобы наше прославление и наше поклонение Оно было елеем на Твое сердце, Господь Чтобы оно было угодно Тебе И было приятно Тебе, Господь Халилюя, 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 Халилюя Халилюя, 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 Халилюя Субтитры создавал DimaTorzok Когда вся тьма сгустилась надо мной, О, Иисус, печаль крадет всю радость и покой И чувствую внутри, что сокрушен, но не побежден я, не побежден я Когда вся тьма сгустилась надо мной, Печаль крадет всю радость и покой И чувствую, и чувствую внутри, что сокрушен, но не побежден я, но не побежден я Иисус! Когда стою в Твоей любви без страх, прочь уходит Когда стою в Твоей любви без страх, прочь уходит Иисус! Во мне нет больше места для стыда Не пленник я для лжи и для греха Я прошлое забыв, стремлюсь вперед, но не побежден я, не побежден я Когда стою в Твоей любви без страх, прочь уходит Когда стою в Твоей любви без страх, прочь уходит Иисус! Есть власть, что может цепи разорвать И смерть ее не может удержать Есть власть, чтобы спасать и воскрешать Имя Иисуса Есть власть, что может цепи разорвать И смерть ее не может удержать Есть власть, чтобы спасать и воскрешать Это имя Иисуса Имя Иисуса Когда стою в Твоей любви без страх, прочь уходит Когда стою в Твоей любви без страх, прочь уходит О, Иисус О, Иисус 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 Мы стою в Твоей любви без страх, прочь уходит О, Иисус Я стою в Твоей любви без страх, прочь уходит О, Иисус Я стою в Твоей любви без страх, прочь уходит О, иисус Я стою в Твоей любви без страх, прочь уходит Иисус Я стою в Твоей любви без страх, прочь уходит на это место, Господи. Иисус, 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 Иисус. Халлилуйя. Мы не хотим быть прежними, Господи. Мы просим Тебя, сухую, Господь, почву нашего сердца. Господь, излий своими дождями, Господь. Халлилуйя. Напои своими дождями, Господи. Халлилуйя. Халлилуйя. Господи, Иисус, Иисус, пусть вся наша жизнь, Господь, будет построена на Тебе, Господи. Вся наша жизнь пусть будет построена, Господь, на Слове Твоем. Господи, тогда никакие зыбкие пески, Господь, не смогут утащить нас на дно, Господи. Халлилуйя. 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 И в Тебе есть власть, что может разорвать цепи, которые нас держат, Господи. Халилюя, 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 Господь, в Тебе есть власть воскрешать, Господь, нашей жизни, поднимать нас из пепла, Господь, Дух Святой преображать нас и внешне, и внутренне, Господи. Халилюя, 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 халилюя. Господь, мы будем петь Тебе в присутствии наших врагов, Господь, Ты приготовил трапезу нашу, Господь. И мы можем спокойно жить, можем спокойно, Господь, питаться Тобой, Господь, Твоим Словом, Господь. Иисус, Твоей живой водой, Господь, в присутствии врагов наших. Халлилуйя, потому что, Господь, Твоя сверхъестественная защита на нас, Господь. Иисус, халлилуйя, халлилуйя И Господь в спокойствии и безмерная защита Господь будет и есть на нас, Господь Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя Господь, Дух Святой Нам надо только держаться за Тебя, Господи И мы увидим, как тьма бежит, Господь Халлилуйя И мы будем громче петь среди шторма и волн Господь, потому что Ты, Иисус Ты царь нашей жизни, Господь Сиди на троне нашей жизни, Господь Пусть там будет не наше Я, Господь Не наш эгоизм, Господи Не наше желание, Господь Но чтобы на нашем троне, Господь, сидел Ты Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя Халлилуйя, халлилуйя Халлилуйя, халлилуйя Наш оружие, хвала Господь Вся слава Тебе Пою я, халлилуйя И вижу я, как тьма бежит Пою я, халлилуйя Пою я, халлилуйя За нас воюют небеса Буду я петь, Иисус Буду я петь Среди шторма и волн Громче и громче Хвалу мою, слышь, Господь Воспряла из пепла Надежда моя Ты победил смерть Воскресший наш царь Иисус, мы будем петь Пою я, халлилуйя Всем, что есть внутри меня Пою я, халлилуйя И прочь уйдут сомнения Пою я, халлилуйя Я знаю, что придет ответ Пою я, халлилуйя У страха власти больше нет Я буду петь Среди шторма и волн Громче и громче Хвалу мою, слышь, Господь Воспряла из пепла Надежда моя Ты победил смерть Воскресший наш царь Буду петься громче 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 В присутствии В родах мои Буду петься громче Вижу я, как слабе жить Буду петься громче Моё оружие хвала Буду петь огромче За нас воюют небеса Буду петь огромче В присутствии врагов моих Буду петь огромче Вижу я, как слабежит Буду петь огромче Моё оружие хвала Буду петь огромче За нас воюют небеса Аллилуйя, аллилуйя Я буду петь Свет и шторм моего Громче и громче Хвалу мою Слышь, Господь Воспряла из пепла Надежда моя Ты победил Ты победил Смерть Воскресший наш царь Пою я Халлилуйя 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 Господь Вся жизнь моя в Тебе Иисус Мы знаем, что Ты рядом Господь И вся наша жизнь Господь Господь Прости нас Господь Голос Голос радоваться Но иногда Перед Тобой Господь Иисус Нам не хватает Господь Не хватает Этого внутренней силы Господь Не хватает Этого огня Признать Господь Что здесь Ты Великий Господь Великий Господь Халлилуйя Халлилуйя Иногда Нам не хватает Господь Не хватает Сердца Господь Почувствуй Твоего Присутствие Господь Иногда Мы так Господь Повязли И завязли В быту Господь Что мы просим Все время Дай Дай Господь Халлилуйя Халлилуйя Но иногда Господь Мы жадничаем Дать Тебе Хотя бы частичку Прославления И поклонения Господь Иисус Прости нас Господи Прости нас Господь Халлилуйя 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 Иисус Мы дети Твои Мы дочери И сыновья Господи И сколько бы нам не было лет Господь И как бы Прилично или неприлично Мы выглядели Господь Величественно Или не очень Господи Халлилуйя Для Тебя Это все не важно Халлилуйя Для Тебя Это все не важно Потому что Прямо сейчас На этом месте Господь Ты видишь Голые сердца Господи Ты видишь Настоящие мысли И желания Сердца Господь Ты видишь Эгоизм Господи Ты видишь Лицемерие Господь Ты видишь Искреннюю боль Господь Одиночество Господь Ты видишь все Господи Так мы просим Тебя Иисус Все что гложет нас Господи Преврати в Твою хвалу Господь Преврати Господь Это желание Быть с Тобой Желание Раствориться В Тебе Господи Халлилуйя Убежать от всех проблем В Тебя Господь Халлилуйя Открыть сердце Господи Открыть сердце Господь Уничтожить все замки Господь На которые мы закрыли Себя В этой жизни Господь Потому что мы были ранены Господи Халлилуйя 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 Мы просим Тебя, мы просим Тебя, прямо сейчас, Господь, открывайте дверцы, Господь, наших тел, наших сердец, нашего разума. Господь, выпускайте их птиц на свободу, Господи, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Господь, в какие бы цепи, Господи, и в какие бы клетки ни посадили, мы сами себя, Господи, Аллилуйя, выпускай нас на свободу, Господи. Поклоняюсь. 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 Иисус, поклоняюсь, 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 Иисус. В благоговении у ног Твоих, Господь, поклоняемся, Иисус. В благоговении у Твоих ног, Иисус, поклоняемся, Иисус. Иисус, поклоняемся, поклоняемся, поклоняемся Тебе, Иисус. Поклоняемся, 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 Иисус. Пусть благоуханием будет моя хвала, преклоняемся, Иисус. Пусть благоуханием будет моя хвала, поклоняемся, Иисус. Пусть благоуханием будет моя хвала, поклоняемся, Иисус. Пусть благоуханием будет моя хвала, поклоняемся, Иисус. Пусть благоуханием будет моя хвала, преклоняемся, 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 Иисус. Тебя, Божий Сын, о любви Тебе поют сердца, достоин Ты, и вся хвала звучит лишь для Тебя, Божий Сын, Иисус Прекрасен Ты, славный, нет Тебе подобных, Иисус Прекрасен Ты, славный, нет Тебе подобных, правишь Ты один над миром всем, лишь Ты один Пусть небеса поют хвалу Тебе, Божий Сын Иисус Прекрасен Ты, славный, нет Тебе подобных, Иисус Прекрасен Ты, славный, нет Тебе подобных, Превознесем, превознесем мы имя Твое, мы имя Твое, Иисус Превознесем, превознесем мы имя Твое, мы имя Твое Превознесем, превознесем мы имя Твое, мы имя Твое, превознесем, превознесем мы имя Твое, мы имя Твое, мы имя Твое, Иисус, прекрасен Ты, славный, нет Тебе подобных. Иисус, прекрасен Ты, славный, нет Тебе подобных, Господь. Иисус, прекрасен Ты, славный, нет Тебе подобных, Господь. Иисус, прекрасен Ты, славный, 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 славный. Субтитры подогнал «Симон» 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 Господь, Господь Иисус Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Иисус 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 Святой, Святой, для Тобой никто не устоит, Всемогущий Бог, Ты один велик, Не оставишь Ты детей своих, Святой, Святой. Не оставишь Ты детей своих, Святой, Святой. Не оставишь Ты детей своих, Святой, Святой, Не оставишь Ты детей своих, Святой, Святой. Ты один, Святой. Ты один святой 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 Да, Ты один святой Господь Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Ты великий, ты превознесенный Господь Ты царь царей, ты Господь, Господствующий Ты любящий Отец, Ты милующий, Ты исцеляющий, Ты поднимающий Господь Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Ты зажигающий наши сердца, Господи Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Святый, 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 двигайся, Господь, прямо сейчас, Господи Исцеляй всякие болезни, Господь Ранушай всякие проклятия, Господь, во имя Иисуса Христа Аллилуйя, мы ничего не можем, но Ты, Господь Силой своей, святой Господь, можешь преобразить, Господи. Аллилуйя! Ты нужен мне, Ты нужен мне, мой Бог, Все, что нужно мне, ты нужен мне, ты нужен мне, мой Бог, Все, что нужно мне, ты нужен мне, ты нужен мне, мой Бог, Все, что нужно мне, ты нужен мне, ты нужен мне, мой Бог, Все, что нужно мне, нет других таких имен. Иисус, мы посвящены Тебе, Господь. Пред Тобой склоняемся, Господь. Твоя любовь. Все отдам я лишь Тебе. Свой огонь зажги во цвет. Измени меня, Иисус, Ты нужен мне. Друг с твой, друг с твой, сойди на нас. Сойди на нас, сойди на нас, сойди, Дух Святой. Сойди на нас, сойди на нас, сойди на нас, сойди. Дух Святой. Сойди на нас, сойди на нас, сойди на нас, сойди на нас, сойди. Ты нужен мне, Ты нужен мне, мой Бог. Все, что нужно мне. Мы будем петь и говорить эти слова Тебе. Ты нужен мне, Ты нужен мне, Господь. Ты нужен мне, мой Бог. Все, что нужно мне, Ты нужен мне, Господь. Ты нужен мне, Ты нужен мне, мой Бог. Все, что нужно мне. Все остальное в нашей жизни приложится, Господь. Ты нужен мне, если мы будем искать Тебя, Ты нужен мне, мой Бог. Если мы будем приходить в молитвы к Тебе, Господь. Ты, Господь, будешь менять отношения людей вокруг нас, Господи. Ты будешь, Господь, менять характеры людей, Господь. Ты будешь менять наш характер, Господи. Если мы будем находиться в Твоем присутствии, Господи. Халлилуйя. Иисус, Ты сверхъестественно будешь менять обстоятельства вокруг нас. Чтобы все задействовало ко благу, Господь. И даже если приходят испытания в нашу жизнь, Господь, мы смело вступим, Господь, в них. Иисус, и смело преодолеем. Потому что мы будем понимать, Господь, что мы должны что-то вынести из этого, Господь. Что мы должны сразиться, Господь. Иисус, что через Твое действие возможно, Господь, это будет свидетельством, Господь, для других людей. Халлилуйя. Халлилуйя. Потому что через испытания Господь увидит, насколько мы верны сердцем. Не побежали ли мы, Господь, искать помощи у людей, Господь? Господь, не впали ли мы в крайности, Господь? Сумели ли мы взять, Господь, силу Твоего Слова, Иисус, и применять Его, Господь, к нашей проблеме, Господи? Не забыли ли мы, Господь, о том, как важно, Господь, приходить к Тебе в искреннем общении, Господи? Иисус, 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 Иисус. Халлилуйя. Халлилуйя. Господь, мы никогда не будем забывать, что Ты приготовил трапезу ввиду врагов наших, Господь. На виду врагов наших, Господь. И мы будем спокойно, Господь, сидеть по Твоей сенью. Халлилуйя. Не страшайся, не боясь, Господь. Иисус, что бы ни происходило в нашей жизни. Халлилуйя. 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 Иисус, 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 наш Отец, Дух Святой, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за наших родных и близких. Господь, ребята, выходите. Господи, мы молимся за наших детей. Халлилуйя. Мы молимся за наших детей. Иисус, и не важно, сколько им лет, Господь. Не важно, Господь, насколько они послушны или непослушны, Господи. Мы все равно любим их, Господь. Мы все равно ценим их, Господь, как драгоценность перед Тобой. Каждого из них. Они индивидуальность, Господь. У каждого из них есть имя, Господь, которое Ты знаешь. И каждое имя их, Господь, в Твоем сердце, Господь. И ни о ком Ты не забыл. Иисус. И ни за какими дверями, Господь, ни за какими стенами, Господь, невозможно укрыть детей Твоих от зора Твоего. Ты всегда с нами, Господь. Ты всегда, Господь, держишь наших детей в своих руках. Господь, это есть огромное привилегие. Тогда, когда мы не можем быть рядом с ними, у нас есть огромное привилегие знать, Господь, что Твои ангелы Божьи охраняют их. Иисус. Это огромное привилегие, Господь. Мы знаем, что когда мы не можем ничего изменить в их характере, Господь, в их отношении к нам, к учебе, к другим людям, Господь. Мы знаем и верим, Господь, что для Тебя нет ничего невозможного, Господь. Иисус, Иисус, Иисус. И все равно, что бы они ни делали, Господь, мы смотрим на них Твоими глазами, Господь. Мы их благословляем. Мы видим, что каждый из них, Господь, это драгоценное сердце перед Тобой со своим характером, послушно или не очень, Господь. Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. Мы благодарим Тебя за них. Мы благословляем их почву, их сердце, Господь, чтобы Слово Божье с воскресной школы, Господь, оно не пропало, Господь, оно дало свои всходы. Иисус, и тогда, возможно, когда им будет 20, 30, 40, Господь, пусть однажды сказанное Слово, Господь, оно станет, Господь, якорем для них. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 силы для того, чтобы бороться. И вот, не знаю, как-то я особо не готовился, в последний момент начал готовиться к этой теме, но до этого я слушал одного проповедника, второго чего-то так как-то меня, и одного раввина послушал, и вот выписал для себя. Истина означает безусловное согласие, глубокое убеждение, отражающее соответствие с реальностью. Упор на истину призван исключить всякое приспособленчество и лицемерие. Понимаете, в чем? То есть наше убеждение, наша вера, она должна быть основана на чем-то. Она не просто так вот, кто-то нам сказал, во что-то мы поверили. Можно верить правдиво в барабашек, можно верить там, я не знаю, чему хочешь. Вот Зинаида Васильевна время посвятила, стояла и разговаривала с людьми, которые с этими веточками шли. Ни один не знает, для чего они делают. Вообще нет. Но они же свято верят. У них же есть святая простота, что они делают правильные вещи. Но является ли это истиной? Кого они обманывают, как только ли самого себя? Я люблю читать священное писание. Для меня оно открывает много чего такого, знаете, важного для меня лично. Не для того, чтобы я учил, а для меня лично. Оно важно. Давайте к евреям прочитаем 13 глава 18 стих. Молитесь о нас, и мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Во всем хотим мы вести себя честно. Что же это за такое? Что в себя включает это? Давайте немножко другой перевод посмотрим. Постоянно молитесь за нас, ибо мы уверены в том, что совесть наша чиста, и хотим вести себя подавающим образом во всем, что делаем. Когда рано утром мы встаем, обычно это у всех нормальных так людей, перед тем, как пойти на работу или пойти куда-нибудь во двор, на улицу, там, где есть другие люди, что мы делаем? Умываемся, прихорашиваемся, подходим к зеркалу и смотрим в это зеркало, для того, чтобы люди, увидевшие нас, минимум, чтобы не шарахались, а максимум, чтобы им было приятно видеть вас, общаться с вами. Мы смотрим за собой, чтобы от нас приятно пахло. Но есть духовный план, есть подобающий образ внутри нас. И вот когда я говорю христианин, это человек, который постоянно входит в такое состояние, когда вечером ты анализируешь, как проходил твой день. Что ты сказал? С кем ты встретился? Что доброго ты сделал? Или, например, что злого ты уже не сделал? Это уже большое достижение. Понимаете? Иногда бывает, что какое-то зло сидит внутри нас, и ты постоянно сражаешься. И на самом деле это сражение, это реальное сражение. Потому что когда, вот мы разбирали в субботу такой вот момент, когда Адам с Евой согрешили, то у них получилась разбалансировка. Разбалансировка сердца, разбалансировка души, разбалансировка разума. И вроде бы наш разум говорит, это ненормально, это не делай, но... А душа просит, что тело? Наоборот, делай. Мы легко раздражаемся, мы легко выходим из себя, мы легко как-то... У нас есть такое слово, такое интересное, стяжательство. У нас много чего, что надо решать. И постоянная какая-то борьба. И когда вечером ты анализируешь, ты можешь реально понять, ты сегодня был победителем, либо побежденным. И благо, когда иногда ты, когда вечером молишься, и говоришь, слава Богу, сегодня я хотя бы на нейтральной полосе был, хотя бы, ну, хотя бы не побежден был тем телом, которое у нас есть, которое досталось от Адама с Евой. Бытие. 8 глава, 21 стих. Никогда я впредь не стану, я проклина землю из-за человека, хотя всякое помышление его сердца порочно с детства. В Салтыре мы можем прочитать в 11 главе, 2 по 4 стих. Спаси, Господи, ибо не стало праведно, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, усталь стивый, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все устал живый, язык велеречивый. то, что нам осталось от Адама, и мы постоянно ведем войну. Интересно, есть куча разных учений, и мы можем психологически так уходить и говорить, мы сегодня свободны, мы теперь совершенно другие. Ну, дорогие мои, вот я вам скажу честно, война происходит каждый день. Происходит каждый день, она никуда не делась. И когда мы говорим, надо говорить правду, надо правду, а мы можем сами себе говорить каждый день правду или нет. Вот это даже трудно. Перед сном говорить правду себе трудно. Почему мы боимся говорить о смерти? Почему мы говорим всегда хорошее, не говори плохие слова, не говори что-нибудь такое. Но если это происходит, надо сказать. И происходит война, потому что тело это, оно не хочет этого. Оно хочет нормальной жизни. Но что хочет душа? Что хочет разум же у нас есть? Этот разум по порядку выкладывает, как мы должны жить. И смотрите, апостол Павел, вот это ж апостол, да, это ж такой величественный человек, это ой-ой-ой для нас апостол, это ой-ой, тот, который видел Иисуса Христа, который ходил с ним, который в Духе Святом такие вещи делал. И посмотрите, что он пишет. Он рассказывает о своей внутренней борьбе, которая у нас происходила. И давайте будем правдивы, она у нас тоже есть. Криминам 7, глава 2, 2 стиха. «По внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Бога, но в своих членах вижу другой закон, противопообствующий закону моего ума и делающий меня пленником закона греха, который находится в моих чреслах, который находится в моем теле. И это тело всегда хочет своего. Оно стремится к своему, но это тело наследует, знаете что? Прах. Прах. Его будущность – это прах. И когда случается с вами какая-то беда, связанная с телом, никогда не забывайте, этот автомобиль скоро закончит свою езду и уйдет. Но наша душа, она вечна. Если вы будете так относиться, поверьте, даже болезни, какие-то неприятности, они не так будут сильно хватать вас, не так будут сильно увлекать. И вы будете немножко по-другому жить. Мы видим, что когда наше сердце подталкивает нашу плохому, есть одно противостояние, одна сила, которая может победить. Знаете, какая? Сейчас вы все скажете «Дух Святой». Так или нет? Разум. Разум. Но именно этот разум, который Господь нам дал, он формируется Духом Святым. И это правильная схема. Иначе, если по-другому, тогда получается, что мы лежим на диване, не надо разум включать, не надо формировать его, не надо ничего делать. И Дух Святой наполняет, и Он решает все наши проблемы. На самом деле, это не так. На самом деле, когда приходят какие-то в наши трудности, когда приходит борьба, именно разум дает сердцу команду и говорит «Нельзя этого делать». А скажите, как формируется через Дух Святой разум? Подскажите вы мне. Это очень важно. Интересный вопрос. Тишина. Как мы должны формировать наш разум для того, чтобы он господствовал над всем телом и над сердцем? Словом Божиим. Конечно. Что такое Слово Божье? Прежде всего, это какой-то кодекс или нет? Это кодекс, ну давайте уже прямо говорить, не церковным языком, а простым языком. Это кодекс каких-то нравственных, каких-то поучений, каких-то специальных формул, которые работают и в которых заключена истина. Что значит заключена истина? Если ты будешь делать то-то, 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 будет с тобой вот это. И весь закон садится только на этом. Написано, если ты будешь грешить, то наследуешь что? Смерть. Если ты приступишь, будешь, если ты будешь обманывать кого-то, скажите, будут вас обманывать? Будут обманывать. И вы будете, как в замкнутом кольце, жить. Это что? Это нормальная жизнь, когда все обманывают, когда ты не знаешь, где тебе подвох, где тебе всунут что-нибудь в бок? Это ненормальная жизнь. И поэтому самим надо стремиться. Написано, что если вы хотите, чтобы с вами так было, поступайте вы так, соответственно. Вы делайте. Если хотите, чтобы вокруг вас было добро и были честные люди, что вам надо делать? Самому стать честным, открытым. И вот что я заметил, это мои такие замечания в моей голове. Когда я смотрю на человека какого-то, и у меня что-то возникло внутри, какая-то антипатия к нему, неважно, какие приятные слова я ему буду говорить, я получаю ответную реакцию. Вы это замечали или нет? Ты уже можешь подходить к нему и говорить, какой ты хороший, какой ты молодец, психологически ставить это. Но если внутри уже есть эта антипатия, ты уже ничего, ты почувствуешь, как этот человек начнет против тебя как бы враждовать. Он начнет к тебе как-то по-другому уже относиться, потому что это духовные вещи. Потому что в данную минуту ты занимаешься обманом. Мало то, что ты обманываешь себя, ты обманываешь человека. Потому что внутри у тебя уже другое состояние. Внутри тебя ты уже относишься к нему по-другому. И ты просто получаешь ответную реакцию. И когда вы посмотрите иногда на своих врагов, которые, конечно же, у нас есть. Есть же у нас враги? То вы можете понаблюдать, что половина из этих врагов это враги, которых мы заслужили своим отношением. Может быть, вы не сказали ему плохое слово. Может быть, вы не сказали что-нибудь резкое. Но у вас уже было сформировано до этого отношение внутри. И это очень-очень важно. Нам нужен четко моральный кодекс, который прописан в Священном Писании, который будет формировать наш разум. И благо, если это формирование происходит с юных лет. Благо, если мы учим своих детей изначально каким-то поступкам, которые потом, как благословение в их разуме будет руководить, когда они будут прислушиваться к этим словам. Написано в притчах, в 4 главе, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отторгни от себя лживость уст, лукавость языка, удали от тебя». То есть мы должны формировать сердце с юности так, чтобы оно было качественное. Вот слово есть такое качество. Чтобы оно было, вот написано, что каменные сердца. Господь говорит, возьмет каменное сердце и даст нам плотяное. Он начнет менять сердце. И написано, что у нас здесь будут написаны, что будет написано? Божьи законы. Божьи законы. Когда Дух Святой начнет формировать. Во-первых, мы приходим сюда через разум. Вы знаете, что это? У нас возникает вдруг мысль прийти почему-то на служение. Возникает мысль, неужели так все это заканчивается? Неужели какое-то должно быть продолжение? И много-много вопросов. Это все наш разум. Но наше сердце это постоянное желание. И сердце не хочет, совершенно наше тело не хочет ничего познавать. Оно хочет только есть, пить, спать, отдыхать. развлекаться. И если это сердце, если вот это наше тело, оно начнет нас увлекать за собой, оно увлечет нашу душу и увлечет так далеко, что потом мы будем уже страдать даже здесь на земле от непонимания, где мы находимся и как. Вспомните Понтипилата, да? Помните, когда он слышал об истине? И что он сказал про истину? Что он сказал? Что есть истина? Он уже сказал это в негодовании. Он сказал, ну что? А что есть истина? Столько богов в голове, столько всяких философий и ничего конкретного. И когда внутри такая свалка, и ты уже говоришь, а что есть истина? Что есть истина? Когда человек, который погряз именно в теле, ты начинаешь говорить о Божьей любви, начинаешь говорить о Боге, о каких-то порядках, он тебе говорит, я не понимаю, о чем ты говоришь. Зачем ты мне это говоришь? Потому что у него в этот момент разум отключен. И я вам скажу, что таким человеком бесполезно говорить. Бесполезно. В Писании написано, что не надо свиньям кидать что? Бисер. Не надо, не надо жемчуг туда кидать. Потому что бесполезно. Руковой, вот там идет только одно тело. Но очень важно для того, чтобы достучаться до разума, где принимаются решения. Решения достаточно серьезные. Решения, которые могут изменить нашу жизнь. И когда мы говорим, есть разница между покаянием и раскаянием, вы знаете, в чем оно заключается. Тело не хочет страдать. Тело не хочет чтобы ему было больно. И когда ты скажешь, о, ты будешь за это страдать. Как? Я не хочу страдать. Но только через разум, когда проходит, и ты понимаешь Бога, и когда принимаешь разумом, то уже придет реальное покаяние, когда ты меняешь всю свою жизнь. А не просто из страха меняешь, потому что я буду страдать. Потому что это совершенно другой уровень. И ты вроде бы как бы боишься. Но делаешь только из-за страха. Поэтому сегодня очень важно изучать священное писание, которое говорит нам о Боге. И прежде всего мы там слышим о Божьей любви Бога к человеку. И это та истина, которая самая справедливая. Все остальные, которые мы смотрим, религии, они пугают. Они пугают. Да, пуган. Ты не будешь это делать, будет то-то. Не будешь это делать, будет кошмар. Но Бог говорит, эти, то что я вам даю, вам законы, они нужны для обетования здесь на земле. Здесь, на земле. Не для того, чтобы сформировать, а для того, чтобы вы здесь были благословены, чтобы здесь были успешны. Чтобы здесь вы были благословением не только для себя, но и для других людей. И вот когда уже знание сформировано, когда ты все понимаешь, скажите, одним знанием можно идти вперед или нет? Невозможно. Невозможно. Когда вот говорится такое, родиться свыше, когда рождение, рождается как бы внутри Дух Божий, хотя во всех есть вот эта искра. И ты начинаешь понимать, что не просто слова меня формируют, не просто какие-то законы, а мне еще нужна сила для того, чтобы двигаться дальше. Мне нужна сила для того, чтобы мой разум, он был, знаете, как одушевлен, как вот такое слово хорошее, для того, чтобы он стал живою. Вот дыхание жизни от Бога. И вот тогда разум подсказывает, говорит, есть Бог, к которому ты можешь прийти в молитве. Ты можешь начинать просить Его. Ты начинаешь разговаривать с Ним. И Он будет наполнять тебя. Он будет формировать. Он будет показывать. Может быть, в Священном Писании нет каких-то слов очень важных, которые говорят, вот это можно, это нельзя. Например, если алкоголик хочет пить, и особенно, если он познал немножко Библию, то он тут же скажет, о, там нету таких слов, что нельзя пить. Но только через молитву Дух Святой подскажет, что это зло, этого нельзя делать. Или, например, наркоман увидит, там же ничего про наркотики не говорится. Посмотрите, в Священное Писание не было тогда таких вызовов в жизни. Но есть другое слово, непотребство. То, что уничтожает, то, что нам не нужно. И тогда Бог подскажет, что вот это зло, а вот это добро. И поэтому нам особенно надо пребывать в Боге. Особенно надо пребывать в молитве, чтобы мы были пронизаны Божьей истиной. Давайте прочитаем филиппийцам 4 глава 6 стиха и по 13. Не беспокойтесь ни о чем, но при любых обстоятельствах, через молитву ли, через спрошение ли, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны Богу и мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание выше, пусть охраняет сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе. В заключении, братья, скажу, помышляйте о том, что истинно, благородно, правильно, непорочно, помышляйте, непорочно, достойно восхищения и приятно, обо всем достойном, похвальном, о том, что узнали, получили, слышали о том, что, как вы видели, делаю я. Продолжайте усердствовать во всем этом и Бог, источник, будет с вами. Источник мира будет с вами. Я необыкновенно возрадовался в Господе, ибо, наконец-то, вы стали снова беспокоиться обо мне. Разумеется, вы всегда беспокоились обо мне, но у вас не было возможности показать это мне. «И не по нужде я это говорю, ибо научился довольствоваться тем, что у меня есть. В каком бы положении находился, я знал нужду, знал изобилие и научился быть довольным в любое время, при любых обстоятельствах, голоден или сыт, пребывая в обилии или в недостатке. Я могу всю превоззнуть через того, кто дает мне силу». Посмотрите, какое классное соотношение разума и возрастание в разуме, в истинах, в каких-то законах, и Божий Дух, который наполняет, который дает покой, который дает... Человек сидит в тюрьме. Мало то, что он сознает, что просто так это не закончится, что тюрьма – это всего лишь первый этап. Есть еще второй этап. Это тебя могут умертвить. И в это время он не просто наполняется силой, он до сегодняшнего дня является благословением, его слова являются благословением для нас. Он является благословением для своих братьев, которые на свободе. Он является благословением для тех, которые кто-то тоже в темнице находятся. Как важно сегодня вот... Вот это и есть истина. Для нас истина, где сегодня и как мы можем быть успешны, это Божье Слово, где сокрыта истина, и Дух Божий, который есть истина в нашей жизни, который показывает и ведет нас. Убери один из этих компонентов и все. И уже будет не совсем истина, и не совсем уже правда будет. И будешь как та бабушка, подкидывающая хворост. Я сейчас против бабушек ничего не имею. Вообще, по преданиям там непонятно, то ли это женщина-крестьянка была, то ли это бабушка, но почему-то везде написано, что бабушка. Мы все знаем, закон говорит, давайте почитаем вот Новый Завет, 1 Иоанна 5 глава 17 стих. Всякая неправда, всякая неправда есть грех. Но есть грех не к смерти. Как вы думаете, что за грех такой не к смерти? Истинное заблуждение. Истинное заблуждение, когда тебя кто-то так научил, кто-то тебе сказал, это не истина, это неправда, но ты свято веришь. Но это есть грех. Всякая неправда есть грех. Кефесянам 4 глава 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближней своему, потому что мы члены друг к другу». Сложно иногда говорить правду. Согласитесь. Сложно. Сложно, потому что правда, в правде, это как попал хорошему хирургу. Страшно попасть даже хорошему хирургу. Ну страшно, честно вам я скажу. Я вчера попал хирургу к этому, который только-только закончил училище, и потом он практикуется. Интерно. Господи, что я пережил. Он меня так расковырял, так это, я больной ушел оттуда. Но я вам скажу, даже если бы я знал, что он академик, хороший хирург, страшно к нему попасть. Но так нужно. Страшнее. Страшнее. Но так нужно, потому что, зная, что он может вылечить тебя, так и правда, она нужна в нашей жизни, какая бы она ни была. Правда о смерти, правда о суде, правда о законе. Нам во всем нужна правда. Знаете, как люди покрывают, вот этот праздник взять, верное воскресенье. Люди не хотят слышать правду. Не хотят слышать правду, но она важна. Они не хотят слышать, что это за вербочки. Они не хотят слышать, что за Пасха потом будет. Зачем Иисус пришел в Иерусалим? Они не хотят этого слышать. Им достаточно того, что их так научили. И они так идут. Они все покрывают. Но и нам тоже важна правда, потому что сегодня, мы, например, раскрывая священное писание, мы что-то открываем про себя. И когда мы смотрим, что какое-то явное несоответствие нас и закона. И бывает очень неуютно. И знаете, что можно сделать? Я вам расскажу, как делают религиозные люди. Даже есть целые течения. Они говорят, о, благодать! Все нормально, все хорошо. Я искуплен, я исцелен. Не надо ни о чем думать. Надо думать. Надо думать. Еще как надо думать. Если бы Господь пришел на землю и Духом Святым и сказал все, вы что, думаете, у нас произошла ампутация нашего мозга? И мозга не стало? Нет. Наоборот. Господь хочет исцелить эту голову. Он хочет, чтобы все прояснилось, чтобы мы вошли в трезвость. Для того, чтобы мы обратились и посмотрели, что работает, что не работает. Разобрались с этими праздниками. Разобрались. Вообще для меня никакого значения праздники не имеют. Вот так, если взять, как когда. Но если говорить об истине, то мне истина важнее всего. Для чего Иисус шел на осленки в Иерусалим? Бабушки, которые несут эти вербочки, они их освящают. А потом, знаете, что делают этими вербочками? Бьют по ногам, потому что в основном ноги болеют у них. И для того, чтобы ноги оздоровились. Некоторые гоняют духов. Каких духов они там гоняют? Не знаю, может просто освежитель купить, это намного действеннее, интереснее и полезнее. Зачем это делать? Нужна истина, надо обновление ума, должна быть реформация. Что происходит? Обидел ли я кого, например, сегодняшним днем? И когда я прихожу в состояние Божье, и мне Духом Святом Бог говорит, что ты наделал? Я иду и прошу прощения у этого человека, и это нормально. Они говорят, Господи, ты меня простил, я все покрыто, все нормально, все отлично, я буду радовать тебя. Это не истина. Это заблуждение. Глубочайшее заблуждение. Если у тебя есть возможность у человека попросить прощения за ту обиду, которую ты принес ему, попроси прощения, это хорошо. Если ты поступил не так, проанализируй, попрощай. Вот это вот называется правда, истина, она важна. Для меня было откровение недавно, я что-то посмотрел и думаю, вот дай-ка слово, вы все знаете слово Аминь, да? Мы сейчас будем говорить Аминь. Цитирую вам, просто читаю из Википедии. Аминь, древнегреческое слово, которое переводится как вера, либо да будет так, а еще на древнеарамейском это значит правда. Это значит правда. То есть подтверждение, подтверждать истинность произнесенных слов. То есть, когда мы говорим, это не просто, а мы говорим правда. Это так и есть. Это так и есть. Как важно сегодня говорить эту правду в свою жизнь и в жизнь своих любимых, друзей. Как правильно воспитывать своих детей, говоря правду. Как важно наказывать этих детей. Это тоже часть правды. Потому что писание написано, что если вы не будете наказывать своих детей и будете плакать, они будут плакать, вы, ой, как они могут плакать, как это это, то потом последствия вы будете плакать. А знаете, почему будете плакать? Я всегда говорю, такую аналогию, государство не дает наказывать детей, но когда они становятся совершеннолетними, там милости нету, не существует. В наказании родителей есть милость. И розочкой по попке получить это благодать. Но когда приходит совершеннолетие, милости уже нету. И человека садят в тюрьму, наказывают, а то и лишают жизни. Поэтому скажите, где милость, где благо? Вот это естественно. Заниматься своими детьми. И Писание об этом говорит, как? Рассказывает, как? День и ночь поучайся, учи, 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 обновляй свой разум. Для того, чтобы те законы, которые Божьи, они вошли в тебя. Чтобы когда ты вырос, ты пользовался им. Это как в профессии. К сожалению, в школах не учат этическим нормам. И не говорят вам о каких-то вещах. Там должны, математик должен учить математики, правда? Физик должен учить физики. Биолог должен растениями заниматься учить. А что должны родители? А родители должны поучать своих детей Слово Божьему. Аминь. И это правда и истина. Поэтому сегодня я не хотел долго говорить, но могу говорить долго и долго и долго по правду и истине, по всем моментам. Но я хотел бы, очень бы хотел, чтобы наши отношения здесь внутри строились как раз на правде и истине. Именно на правде и истине, на честности, на искренности, которые так много в этом мире вот этой нечистоты. Но здесь хочется, чтобы была чистота. И мы можем быть несовершенны. Мы можем в чем-то еще согрешать. Мы можем быть не такие уже уютными для друг друга. Ну просто быть правдивыми и все по-другому изменится. Все по-другому изменится. У меня у детей у всех разный характер. У всех. И кто-то, например, к мужчинам у меня одно отношение, к девочкам у меня другое отношение. Но даже у них очень разный характер. Но я их всех люблю. И я их знаю как облупленных. Вы знаете, что Бог нас знает как облупленных. И он любит. У него нету пристрастия в любви. Вот тебя больше люблю, тебя меньше. Есть наше неправильное отношение к его слову и к законам, к которым мы либо благословляемся, либо наоборот страдаем. Но любит он всех одинаково. И всех одинаково дает возможности для того, чтобы идти вперед. У нас есть свобода выбора. У нас есть свобода выбора в наших отношениях здесь вот, например. Еще раз говорю, вы можете улыбаться друг другу, говорить хорошие слова, но если внутри у вас есть что-то, человек это прочувствует. Вы это не спрячете. И вы получите адекватную ответную реакцию. К сожалению. К сожалению. это правда. Вот об этой истине я хотел бы сегодня задеть эту тему, чтобы вы поняли. Иногда, знаете как, это легко на улице кричать какие-то лозунги. Это легко говорить о каких-то, знаете, о каких-то моментах. Вот вы, послушайте вы все. Но так трудно говорить правду в свою жизнь. Так трудно налаживать через правду отношения с друг другом. Но это так правильно. Это так правильно. Поэтому давайте, чтобы между нами вот это была Божья честность, Божья любовь. Давайте мы поймем, что правда это не просто наши какие-то кусочки. Есть правда Божья. И она одна. Нету других. Нету разных интерпретаций. Не существует. Есть Божий закон, который благословляет нас. Есть внутри борьба у всех, у вас. Нету здесь ни одного сидящих святых. Есть кто-нибудь такие вот святые, которые уже все достигли? Да, Господь вас называет святыми, потому что вы искуплены через кровь Иисуса Христа. Но вы ведете борьбу каждый день. И вы побеждаете тоже кровью каждый день. Побеждаете это тело. Либо нет. Либо не побеждаете. Это правда или нет? Это правда. Еще один момент зацеплю. Очень-очень важный. Для меня очень важный. Есть правда в наших глазах. Есть она? Ну есть же. Если глаза нормально видят, есть правда. Когда у вас что-то болит, как вы к этому относитесь? Хорошо или плохо? Конечно, плохо вы относитесь. Все хотят исцеления от болезни. Аминь. Все хотят. Это нормально. Это хорошо. И Бог нам дает привилегию быть исцеленными. Это правда. это истина. Но относитесь правильно к болезни. Она есть. Она существует. И надо признать, что с ней надо что-то делать. Просто я много такое слышу. А, ты исцелен, уже все, уже ничего нету, ничего. Как у меня же есть. Мне уже ничего нету. Так я же вижу, есть. Мне все. Это не верие в тебе говорит. Это не верие в тебе говорит. Дорогие мои, не так это работает. Не так. Я верю в Божью истину. Понимаете? В Божье слово я верю. Которая исцеляет меня. И может быть сейчас оно вот так вот. Оно так и есть. Но я верю, что Господь что-то изменит. Вот она вера. Но убеждайте себя сколько хотите, что уже все прошло. А если оно не прошло, вы ничего с этим не сделаете. Мало того, что вы будете обманщиком в своих глазах и будете обманщиком в глазах других людей. Когда придет человек и будет просить вас об исцелении, вы скажете Господь тебя исцеляет во имя Иисуса Христа. Все нормально. Вы скажете эти слова и скажете ему ты исцелен, иди. А он придет к доктору и скажет, придет от доктора и скажет зачем вы меня обманули? Зачем вы меня обнадежили? И знаете, что мы сделаем? Догадайтесь. У него не было веры. На самом деле нет. Не в этом дело. Моя вера содержится на том, что Господь реально исцеляет. Это истина. Но я также еще понимаю, что есть Его воля. Я не понимаю весь замысел, что происходит. Я не знаю, когда, что. Но если бы мне Господь сказал, сказал, вот, брат мой, мне Господь сказал, точно, я знаю, я уверен, у меня есть общение с Ним, что сегодня ты уйдешь исцеленным. И Он исцеляется и идет. Но если у меня этого нету, зачем мне это говорить? Зачем? Но я молюсь Богу, и я верю, что Он все равно, у Него есть план, Он что-то сделает. И на этом я стою. На Божьих словах. Хотя здесь еще нету ничего, не изменено. Хотя здесь еще, может быть, болит. Хотя здесь еще, может быть, я хромаю. Но я на Божьих словах, и это движет мной. Понимаете? Это движет мной. А не то, что я буду говорить тысячу раз, я исцелен, 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 исцелен. Буддизм получается какой-то. И я вам скажу, что многие исцеления приходили тогда, когда человек делал какие-то шаги по вере. Я говорю сейчас о шагах. превозможение немощи этого тела. Когда ты переступаешь это тело, когда твой дух силен. И я вам скажу, что это бывает не только с теми, которые верят в Бога, а даже с теми, которые не верят. Возьмите Великую Отечественную войну. Люди, которые такие ранения получали, такие все, и они хотели жить, они делали какие-то шаги. Помните Мересиева, да, без ног? Да можно перечислять очень-очень много. Вот она вера. Вот она вера. Когда ты превозмогаешь, когда твой дух он сильнее, потому что это истина. Дух силен. Тело может быть слабое, но дух силен. И исцеление через дух приходит. Все приходит. И, кстати, болезни приходят тоже через дух. Когда ты будешь лежать на кровати, и не важно, что вы будете там взывать к Богу или еще что-то, но будете лежать на кровати и будете мечтать о великих господних делах в своей жизни, как вы думаете, они будут или нет? Догадайтесь. Придут пролежние. Они в бока могут прийти, в пролежние могут прийти, но не придет. Нужно движение. И вот это правда. Если есть тебе вера, двигайся, двигайся. Даже поход к врачу это тоже шаг веры. Вот что хотите с этим? Да это тоже шаг веры. Я читал в детстве книжку, которая на меня произвела очень большое впечатление. Она очень детская. Может вы тоже про лисенка там одного там был. А не книжка, это мультик был. Это мультик был. И был старый такой сокал дедушка, и он маленького лисенка учил. И дед ему всегда говорил, если отраву ты какую-нибудь скушаешь, надо бежать, бежать. Потому что тогда интоксикация быстрее идет. Это сейчас мы понимаем. Вот она вера. Где все остальные опускают руки, мы идем вперед. Вот как она работает. Вот как она работает. Вы понимаете, я не хочу сейчас разрушить вас ваше такое представление. Но я хочу наоборот, чтобы вы благословили, чтобы вы увидели, что есть правда, что есть истина. она важнее наших представлений. Потому что телу легче забыть о болезни. Сказать, а у меня нету, я уже все исцелен, и не думать. Знаете, какая проблема у нас вот здесь, например, в Беларуси со здоровьем? Что мы закрываем глаза на маленькие болезни, которые у нас есть. Это большая проблема. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, например, если сегодня у меня там заболела нога, немножко заболела, я, как мудрый человек, пошел к врачу, говорит, а у вас то-то-то, и витаминки попил, и все хорошо. Но если я приду через год, говорит, Басенька, а где вы были раньше? А уже поздно, вот уже пила лежит, вот уже что-то, у меня сосед так умер. У него был, на пальце он ударил, начало нарывать. Он старым методом, знаете, каких старым методом, как он начал это лечить? У него пошло дальше, а ничего, хромает, говорю, Степа, что такое, да, вот что-то, говорит, где болится, ай, потом смотрю, нету, Степана, что такое, ногу отрезали, потом лежит, плачет, ну а что уже ему говорить, уже нельзя говорить человеку, я же тебе говорил, что ж ты наделал, а потом смотришь, и через две недели уже и не стало вот это антивера, и когда мы убеждаем, что у нас все нормально, если ты видишь в душе что-то ненормальное, надо реагировать, надо что-то делать, если ты к завистью тебя, вот мы говорили прошлый раз какая-то, с ней надо что-то делать и немедленно, иначе вот это вера, если в теле твоем что-то не так, надо действовать, посмотрите в писании написано Лука, кому он там рекомендовал что пить? Тимофею что пить? Апельсиновый сок, да, перемешивал с этим, с водой вино, и уже доказано, что вино является абсорбентом, оно там всякие, вот эта видная вода была не очень пригодная, может диарея или еще что-то, оно дезинфицировало и можно потреблять, и все, а так бы во имя Иисуса Христа мне ничего не страшно буду пить эту водичку, ну хорошо, это вот такая вера, это не вера, это антивера, если вы кушаете продукты, которые уничтожают ваш желудок, что надо сделать? Прекратить употреблять эти продукты, так все просто, если у вас что-то начало болеть, обратиться к врачу, либо посмотреть, как это лечить, вот и все, зубы, вот у мужчины проблема с зубами, вот у меня тоже проблема, я тоже грешу этим, ну нет бы вовремя пойти и полечить эти зубы, или там зубную пасту купить специально, нет, мы ждем до самого конца, а потом уже вставная челюсть и все, не, я вам сейчас говорю о теле, но также это параллель о духе, все взаимосвязано, все очень взаимосвязано, если говорить сегодня о правде и истине, то хочется жить в истине, чтобы эта истина благословляла твою душу, твой дух, твое сердце и тело, ну правильно ведь, хочется, чтобы так было, и поэтому слово нас учит Божье, оно учит, что нам надо делать, как нам надо жить правильно, слово Божье может благословить наших детей, наши семьи, наши работы, взаимоотношения, все, что хочешь, все сферы жизни, но для этого надо принять эту истину и жить по ней, жить по ней, а не просто так, чтобы слово Аминь, оно было уместно в вашей жизни, что вы знаете, что то, что вы исповедуете, что является истиной, что это правда, да будет так, да будет так, Аминь, Аминь. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя, благодарю Твою милость, Господи, за Твою любовь, Господи, Ты видишь нас, Ты видишь наши сердца, Боже, Ты видишь наши неуютности, Ты видишь, какую дорогу мы идем, Господи, мы хотим быть правдивыми перед Тобой, иногда нам бывает очень сложно, иногда нам бывает очень плохо, Господи, помоги нам на этом пути, Господи, чтобы Дух Святой помогал нам обновляться, обновлять наш разум, Господь, обновлять наши знания, Господь, чтобы здесь, на земле, мы были успешными для Тебя, Господи, чтобы мы были благословляемы, Господь, мы нуждаемся в этом, Божием, и прости нас, Господь, за ту неправду, прости за те заблуждения, которые мы впускаем в себя, для того, чтобы утешить свою плоть, Господь, утешить свою душу, Господь, но мы знаем, что некоторые вещи, которые неприятны для души, для этого тела, очень благоприятны для нашего Духа, Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь, я благодарю за Твои отношения, которые у нас есть, Господь, Боже, за Твои благословения, Господь, за то, что Ты участвуешь каждый день в нашей жизни, Господи, Боже, мы благословляем Тебя, мы любим Тебя и говорим Тебе спасибо за все, что Ты делаешь, Господи, благодаря Тебя за Церковь Твою, Боже, благословенное имя Твое, Господь, в нашей жизни, мы будем поступать по Слову Твоему, слава Тебе за все, аминь, аминь. Всем благословения и здравия, братья и сестры, Иисус Христос Живой, и прежде всего, я хотел бы выяснить один вопрос, как называется этот инструмент, эти баклажаны, как? Конги. Конги? Или бонги? Бонги или конги? Бонги или конги? Бонги или конги? Вот так. А то все смотрят и, наверное, задаются вопросом просто. Я, по крайней мере, давно задавался вопросом, и все хотел спросить, и, знаете, забывал, поэтому воспользовался шансом. Перед тем, как мы с вами помолимся за нужды, я хотел бы несколько вопросов сказать в тему молитвы. В тему молитвы. Однажды Иисус, придя в Иерусалим, зашел в храм, вернее, может, даже на территорию храма. Посмотрев на некоторое действие, он очень возмутился внутри себя и поступил как-то, знаете, очень интересно, очень, я бы сказал бы, даже с точки зрения духовности противоречиво. Мы все знаем этот момент, что он взял из веревок сделал кнут. Видимо, он умел делать кнут с детства. Кто умеет делать кнут? Я тоже в детстве делал кнут. Пуга, да, пуга. Я и плел со шпагата, с кожи. Я знал, я даже преуспел в этом. Самая хорошая пуга считалась, когда она стреляет, знаете, так. Пум! Да, я помогал дедушке еще пастить коров, поэтому руку набил, в общем, в этом деле. Но Иисус стрелял не по коровам. там, на территории храма. Вот, и я не знаю, как вы себе представляете эту картину, потому что где-то фильмы, где-то наше какое-то неправильное понимание. Вот мы видим стены храма, и вроде как внутри храма все это происходит. На самом деле нет. Сам храм был небольшой, там это было делать неудобно. Храм состоял внешний двор, потом святое, потом святое святых. Так вот, в святом и святое святых, там особо, в святое святых вообще никто не мог зайти. Только один раз был священник. В святом там были совершенно другие действия, там, вот как мы сегодня там ходим, там, вернее, ходим, не ходим, но, как, как, ну, зайдете в православный храм или в католический, там хотя бы есть на что посмотреть, там какие-то иконы, какие-то там, как это называется, фрески, что ли, да? Да, как, как? Иконостас, да, ну, люди хотя бы смотрят на это все. В израильском храме этого всего не было, там даже не было, я думаю, наверное, и надписей-то не было. В святом святых, да, там были какие-то интересные образы, символы, там это были, там был этот семисвешник, то есть, как это назывался, я уже не помню, в общем, это терминология. Храм был сделан, скажем так, по образу троицы, отец, сын и дух святой, тело, душа и дух, так и храм, внешний двор, святое и святое святых. Тема интересная, очень можно разворачивать, но нет времени, вот, может быть, когда-нибудь, Господь позволит, мы об этом поговорим, раскроем это. Так вот, все это действие происходило именно во внешнем дворе храма, там было довольно-таки много места, довольно много места, я так понимаю, наверное, были какие-то навесы, и что Христос там увидел? Что Христос там увидел? Увидел людей, которые продавали, покупали, там торги шли, там, понимаете, движуха была, на самом деле, там жизнь какая-то была, и в общем, и в общем, ну что тут такого? Ну что такого? Ну надо же людям где-то покупать агонцев для того, чтобы жертву там Господу, да, или там голубей, чтобы жертву Господу принести. Надо же было это где-то купить. Ну какие проблемы? Ну это была как бы помощь людям. Ничего такого там не было, вроде как, вроде как и не было. Но, но, что-то все-таки, Господь в этом усмотрел такое, что ему очень сильно не понравилось, что его очень сильно возмутило. Он увидел в том, что здесь, на этой территории, попирается воля Божья, попирается и уничижается воля Божья, Божье желание, Божья мечта, что здесь должно происходить. И он решил как-то эту проблему, понимаете, как-то эту проблему он решил решить. Хотя, с одной стороны, все же было понятно, что эта вся система, она уже прогнила сверху донизу. Что все, уже последние дни, вся эта ветхозаветная система, она уже доживает, то есть, изжила сама себя. То есть, не оправдала она сама себя. Но, даже понимая это, Христа все равно все это вот возмутило. И он сказал, потом, какие слова он сказал, дом мой, домом молитвы, да, наречется, для всех народов, а вы сделали его каким-то вертепом, да, для разбойников. То есть, он увидел в том, что люди приходят туда просто делать бизнес, ну, с другими совершенно мотивами. Но ничего же плохого нету в том, ну, неужели плохо там прийти, там, что-то продать, что-то купить. Плохого, ничего в этом нет, когда мотивы правильные, чистые. Когда мотивы чистые, правильные, на самом деле. Но когда только тебя преследует одна цель, наживиться, понимаете, поживиться, вот когда только вот эта вот цель, то это нехорошо, это плохо. А тем более, на территории Божьего Царства, которое было предназначено для того, чтобы люди приходили, люди искали Бога, люди открывались перед Богом, люди находили Бога, искали истину, получали чудеса какие-то вообще. Ну, для чего же мы ищем Бога? Конечно, по-разному. Кому-то чудо надо, кому-то решение, кто-то просто его любовь к Богу влечет уже. По-разному все. И вот самое интересное, вот у меня такой вопрос, это что, понимал только Иисус? Это что, только Иисус один видел то, что происходит там? Ну, неужели это не было понятно вообще, что дома и дома молитвы наречется для всех народов? Я думаю, что все это, ну, многие это понимали на самом деле, а тем более, фарисеи, книжники, закону, учителя, священники, все это они очень хорошо понимали. Но как Алексей сегодня затронул тему честности, правды, то, что правду говорить непросто, а тяжело, а тем более, когда все, знаете, уже накатывается, все усугубляется, все это обрастает каким-то илом. Когда все заходит далеко, тогда вообще тяжело говорить. Они все это прекрасно видели, понимали, но уже как бы так, понимаете, эти люди, они уже были своего рода такими религиозными политиками, ну, зачем электорат беспокоить? Ну, хай себе, делают, да и делают. Лишь бы только приходили на служение, в храм, деньги приносили, лишь бы только, чтобы что-нибудь здесь такое происходило. Вот так все само собой запустилось, понимаете? Вот так оно все изжило, все само себя изжило. Поэтому они Иисусу задали вопрос потом, какое право ты имеешь так поступать? Их это задело. Им, понимаете, им больно стало, их это обличило, потому что они должны были корректировать, они должны были объяснять это людям, то есть решить эту проблему. Священники, фарисеи, законники, но они этого не делали, они уже боялись или сами уже очистели внутри. Поэтому их это задело, они сказали, какой властью ты это делаешь? Почему ты это делаешь? С какой стати ты это делаешь? И вместо того, знаете, чтобы сделать, может быть, ну не знаю, как еще мог бы Иисус решить эту, ну скажем так, проблему, как он мог отреагировать еще? И вот есть такие представления, я не знаю, может быть, он должен был сложить как-то руки, посмотреть, знаете, как-то смиренно, блаженно в небо и сказать, отче, прости им, не знают, что творят. Но он выбирает вот такой банальный, такой, знаете, народный, но эффективный метод. Берет кнут и начинает там по всем стрелять. и вот еще один вопрос, еще один вопрос. Действительно, какое право он имел так поступить? Вот какое право? Вроде же как бы о милости речь идет, о любви речь идет. Неужели это любовь? Неужели это милость? Неужели это как это вообще можно принять? Как это можно вообще вот так? А знаете, вот к чему я пришел? Вот именно любовь, любовь, настоящая любовь, она дает право так поступать. Именно любовь, им двигала любовь. Им двигала любовь, потому что всеми остальными лидерами двигала религия, понимаете, правила, закон, а он, судя по всему, делает сердце черствым. А именно любовь, вот она и дала право Иисусу так поступить. Поэтому какой здесь принцип мы видим? Если вы хотите поднять на кого-то руку, то вы должны четко иметь понимание внутри, что вы любите этого человека. А в основном мы на кого руку поднимаем? Ну, на детей, наверное, да? Поэтому если есть любовь, то можно и можно и к розге, да, прийти. А если любви нету, то лучше, лучше, лучше не делать этого, потому что обратная реакция совершенно будет. обратная реакция. Да, то есть мы посеем ожесточение, посеем какую-то ненависть, поэтому любовь, а любовь, она объясняет, любовь, она истолковывает, истесняет, почему ты так делаешь по отношению, почему ты так воспитываешь, почему приходишь таким именно методом. если любовь есть, то и реакция будет абсолютно правильная. Если нету любви, то совершенно будет противоположная реакция. Итак, друзья, дома и домом молитвы наречется. Это был единственный храм во всем мире, в Иерусалиме, куда могли прийти люди и поклониться Богу. Иисус знал, что Он эту проблему собирался решить, Он ее собирался масштабировать, масштабировать. И мы знаем обетование из Библии, что Господь сказал, вселюсь в них и буду ходить в них и напишу законы мои внутри их. Поэтому каждый сегодня рожденный свыше верующий человек является кем? Вот этим самым домом. Домом Божиим. Домом Божиим. Есть о чем подумать, да? Дом мой домом молитвы наречется, да? Что значит это, что мне только ходить молиться, да? Ну, молитва это, ну, это и молиться, конечно, но это еще и как бы символ, это символ хождения с ним, общения, отношений. Смит Вигзворд когда-то сказал, если вы знаете этого человека, если не знаете, забейте в интернет, прочитайте его биографию. Смит Вигзворд он сказал, я не молюсь больше 15 минут, но я не могу провести 15 минут без молитвы. Как-то так интересно. Я не молюсь более 15 минут, но не могу провести 15 минут без молитвы. То есть это постоянная связь с ним, да? Постоянное отношение. Это разделить с ним радость, разделить с ним что-то хорошее, разделить с ним какие-то печали, боли, какие-то разделить с ним. Вот это здорово. Это потрясающе. Это вот настоящее отношение. Но к этому нужно идти, к этому нужно возрасти. В этом нужно возрасти. Поэтому, дорогие мои, и когда мы, конечно, сходимся сюда, собираемся церковью, это тоже называется дом Божий, церковь Бога живого, где Бог являет себя, это Божья гора, откуда приходит истина, откуда приходит Божья правда. Церковь, это место, вот когда мы сходимся, это место решений, это место свободы, это место спасения, это место развязывания узлов. И по-настоящему Бог это готов делать, готовы ли мы, вот с каким мы пониманием приходим, собираемся. Стены, стены, это не дом Божий, это имущество церкви, это имущество церкви, он не живет за этими стенами. Вот что он избрал, дорогие, вот, живое сердце, живую плоть он избрал, туда он вселился. Павел говорит, вы храм Бога живого, вы храм живущего у вас Духа Святого, представляете? Вы такие хорошие? Нет, он так задумал, он так захотел, он захотел изменить нас прямо оттуда, изнутри, вселиться в нас и начать нас менять. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, я предлагаю помолиться, если кому-то удобно сидеть, мне удобно сидеть, например, в молитве, кому-то удобно стоять, вы можете встать, но мне как-то, знаете, удобнее, вот, когда я сижу, я просто чувствую, понимаете, вертикальный портал, это, да, я чувствую, как это все открывается, да, вот, встаю, вроде, ближе, понимаете, вот, что-то не так, хотя, раз на раз не приходится, когда-то на коленях, когда-то стоя, когда-то сидя, иногда даже лежа, да, как Давид говорит, даже ночью учит меня внутренность моя, да, что он, на коленях стоит, Давид там, или стоит, да лежит нормально, все спокойно, на ложе своем, в тишине, но он говорит, внутренность моя учит меня даже ночью, то есть, я говорю, я получаю удовольствие, да, слыша Бога, слыша Его Слово, истину, истина меняет меня, я в чем-то каюсь на самом деле, поэтому у нас есть какие-то нужды там, я не знаю, где-то они прикреплены, и пусть они там и будут, в общем, эти нужды, самое главное, о них заявить, здесь есть ангелы, которые все это донесут туда, вот, движущая сила, не в том, что мы здесь будем читать эти нужды, движущая сила, это наша молитва, молитва веры, молитва веры, дорогие, Господь знает эти нужды, если есть что-то такое, понимаете, внутри, о чем вы хотели бы лично вот помолиться, чтобы, если вы хотите, вы можете заявить прямо сейчас об этом, мы это, мы туда это отправим, понимаете, к престолу благодолия, поднимем на наших руках, во имя Иисуса Христа, есть у кого-то какая-то нужда, желание, да, онкология удалили грудь, за восстановление, за восстановление, ну что, тогда молимся, Отец Небесный, приходим к тебе во имя Иисуса Христа, и собрались здесь, Господь, во имя Твоего Сына, Божий, и Ты, Господь, прославляешь Сына Твоего среди нас, Ты прославляешь Сына Твоего, Господи, в этих нуждах, потому что являешь, Господь, славу Твою, являешь правду Твою, являешь, Господь, силу Твою, отвечая, Господь, на наши молитвы, совершая, Господь, какие-то чудеса между нами, Боже мой, развязывая, Господь, какие-то узлы, Божий, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса, мы благодарим Тебя за Духа Святого, мы благодарим Тебя за правду, Господь, которая действует, Господи, на этом месте, действует в нашей жизни, которая есть истина, которая есть Слово Твое, Господи, всемогущее Слово, которое проникает, Господи, во все сферы жизни, и, Боже мой, высвобождает Твою силу, Твое присутствие, Господи, решая какие-то трудности, меняя обстоятельства, мы благодарим Тебя, Господь, за это, Господи, и Ты знаешь нужды, сегодня заявленные, Ты знаешь, Господь, и все это, Господи, и все это, все это живые судьбы, это все живые истории, это все люди, Господь, живые, Господи, ради которых Ты отдал Сына Твоего, ради которых Ты заплатил такую цену, и, Боже, мы просим у Тебя, обрати лицо Твое светлое, призри, Господь, лицом Твоим, простри, Господь, мою руку Твою на эти нужды, коснись этих судеб, коснись этих жизней, Господь, во имя Иисуса Христа, коснись, Господи, мать, сестры, которая сказала, Боже, что у нее произошло, коснись эту женщину, которая прошла, Господи, этот непростой путь, Господи, эту непростую операцию, Боже мой, будь с ней, мы просим у Тебя, во имя Иисуса Христа, высвободи, Господь, Твое присутствие, высвободи Твою славу, высвободи Твою силу, Господь, даруй, Господь, правильных врачей, высвободи, Господь, Твою благодать, в ее ситуацию, Господь, укрепи ее, утверди ее, будь, Господь, с ней, Господи, в этих обстоятельствах, и мы, Господь, просим о восстановлении, мы заявляем, Господь, это восстановление, во имя Иисуса, мы провозглашаем это восстановление, во имя Иисуса, и мы приносим эту женщину, Господь, на своих руках, в своих молитвах, Господь, к престолу благодати, Боже, коснись, благослови, Господи, исполни ее, Господь, Духом Твоим, святым, славой Твоей, Господь, откройся ей, Пусть она, Господь, реально почувствует, почувствует, что она не одна, что ты живой, что ты любишь ее, Господь, во имя Иисуса. Боже, мы также, Господь, приносим все эти нужды, все, Господь, обстоятельства во имя Иисуса Христа, о которых люди, Господь, заявили, о которых люди написали. Господи, разреши, развяжи, Господь, эти узлы, Господь, созижди, Господи, во имя Иисуса Христа, исцели, Господь, благослови и яви Твою милость, яви Твое могущество, яви, Господь, Твою силу, и да прославится, Боже, имя Твое, да прославится имя Твоего Сына, Иисуса Христа, Господь, среди нас на этом месте, в свидетельствах, Господь мой, и Господь в этом городе во имя Иисуса. Мы также, Господь, благословляем этот город, мы благословляем, Господь, эту страну, мы благословляем этот народ Божий во имя Иисуса Христа. Да придет, Господь, слава Твоя, да придет правда Твоя. Мы, Господь, сокрушаем всякую ложь, мы пленяем всякую ложь, всякую неправду, Господи, всякую тьму пленяем, всякую боль, Господь, пленяем во имя Иисуса, в послушании Иисусу Христу. Господи, исцели, Господь, этот город, эту страну, Господь, этот народ Исцели, Боже мой, раны, Господь, сердца Откройся, Господь, этому народу, этой стране, Господь Господи, этому городу откройся через церковь Твою Через церковь Твою, Господь, через народ Твой И, Господь, пробуди Твою церковь Исполни Твою церковь Духом Святым Чтобы мы были, Господь, способны, Господи, и готовы, Боже мой прославить Тебя, явить Тебя, Господь, явить Господь Тебя, быть, Господь, благочестивым и являть Твою силу, Твою славу, Твою реальность, Боже мой, в этом стране, в этом народе, в этом городе, Господи. Во имя Иисуса благодарим Тебя за ответ, благодарим Тебя за то, что Ты здесь с нами и делаешь, Господь мой, дела Твои, о которых Ты сказал в Слове Твоем, исцеляешь, благословляешь, Господи, выводишь из тупиков, восстанавливаешь, Господи. Ты есть дверь, Ты есть дверь, Ты дверь, Господи, Ты не тупик, Ты дверь, Боже мой, в которую мы входим, Господи, через которую мы получаем выход. Благодарим Тебя, Боже наш, во имя Иисуса. Ты, Господь, Бог живой, всемогущий, многомилостивый, Бог человеколюбивый, не оставляющий без наказания, но любящий миловать, любящий прощать, любящий благословлять. Слава Тебе за это! Слава Тебе, Господь, за воскресение, за победу, за смерть, Господь мой! Слава Тебе за жизнь, за жизнь, Господь, за смерть Твою, Господь, и за жизнь, Господь Твою, за воскресение Твое, во имя Иисуса Христа! Аллилуйя! Аминь! Я начинаю, я благодарю Бога за милость, реально которая обновляется на нами каждое утро, потому что кто-то не дожил до этого утра, ну так, есть же такое, да, кого-то уже похоронили, кто-то болеет, кто-то, это реально милость его, и Костя в то воскресенье сказал, что церковь это то место, где мы учимся, да, где мы не стесняемся, у нас не стыдно говорить о своих проблемах, и вообще кто-то в своей жизни финансовые трудности испытывал или нет? Смешной вопрос, закономерный вопрос. Мы все одинаковые, я не знаю, мы как с мужем вообще бизнесмены, я не знаю, мы вообще столько раз испытывали разные вот эти финансовые нужды, и я предлагаю вам сейчас быстренько открыть второзаконие 30-ю главу. Ну, я буду читать, вы можете кто-то открывать, кто-то. Итак, с 8 стиха. «А ты обратишься и будешь слушать глаза Господа Бога твоего и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благоденствуя тебе, как Он радовался и об отцах твоих. «Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая и исполняя все заповеди Его и постановления Его и законы, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы за нас за море и принес бы нам ее, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, и оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Все знаем это место из Писания, и завет сейчас у нас еще более глубокий, да, еще более близкий через кровь нашего Господа. И знаете, я не знаю, как вы, но мы в свое время, когда переживали разные трудности, знаете, я ждала помощи от кого угодно, особенно, знаете, когда в церковь приезжали американцы или кто-нибудь. И ты думаешь, Боже, ну ты знаешь наши проблемы, ты знаешь наши, и ты, ну как бы, где-то в голове ожидаешь, что сейчас кто-то подойдет, мы же все верим в чудеса, понимаете? Хотим верить и верим, думаю, ну вот сейчас, а еще же наслушаешься вот этих свидетельств, когда человек говорит, вот, мы так нуждались, и приехал кто-то, и зашел, и говорит, вот вам, сестра, конверт. Благодарю, мне Бог сказал, ну было коню когда-нибудь такое? Ну, значит, может, у меня только такое, да? Даже были, о, жуткие вещи, я покупала лотерейный билет, это вообще, это просто кошмар, знаете, ну, когда, знаете, когда вам так плохо, не то, что плохо, вообще тяжело, еще когда вам тяжело, это одно, вот мои сотрудники сидят, они знают, когда еще у вас работает 10 человек, и когда вам нужно платить заработную плату, а вот продаж нету. И налоги платить нужно, и аренды платить нужно. И знаете, и для меня в какой-то момент вот эти слова, они стали откровением. Еще когда я помню, послушала Костя, Карл Густав Северин вместе с Ульфом Экманом, у него был такой случай, что вот прямо ему свидетельство было, близко слово, оно в устах твоих. Все, что нам нужно, оно есть у нас. И Бог сказал, я даю вам все это, вот, Слово Божье. И вера что есть вообще? Ну, мир как говорит? Увижу, поверю. А Божье Слово говорит, что, поверь, и увидишь. И когда я каждый день, мы с Костей и я, я стала молиться, я говорю, Господь, я уже даже перестала просить. Знаете, очень хороший есть, я не помню, откуда это пример, какой-то проповедник, он говорит, понимаете, мы, как верующие люди, это как солдат идет в армию, и его учат, его обучают, тактики боя, как использовать, и, ну, тут бой. И знаете, представьте, солдат враг атакует, и солдат такой в блиндаж забивается, и генералу звонит и говорит, слушайте, что делать? Придите, спасите меня, благословите меня, сделайте что-нибудь за меня. Ну, это же смешно, да? Генерал говорит, слушай, мы тебя обучали, ты должен делать вот это, вот это и вот это. И я помню, каждый день вставала, у меня как будто вот слово пришло ко мне, говорю, Боже мой, ты народ свой манной кормил каждый день, обувь их не сносилась, одежда не истрепывалась. Я говорю, ныне же завет еще сильнее, кровь твоя, она еще сильнее. И я благодарю тебя, Боже, что все мои продажи, они придут. Я благодарю тебя, Боже, что все мои аренды будут закрыты, что у нас будет, вот же, благословен плод чрева твоего, дело рук твоих, все, чем вы занимаетесь. Мы же на работах должны быть благословением, да? Не проблемой, а благословением. И все это близко, в устах наших. И даже когда иногда вы говорите, даже если вы не видите пока результат, он будет, это духовная вещь. Все должно вырасти. Когда-то мне казалось, что мы никогда, вот долги были такие, что мы не выйдем. Но Бог выявил. Это такое чудное, вообще чудо, жить без долгов. И знаете, мы все периодически куда-то попадаем. Я сейчас не буду говорить, что иногда мы сами повинны в своих финансовых трудностях. Это как со здоровьем, то, что Алексей сегодня говорил. Знаете, когда люди выходят с огромным весом и говорят, давайте помолитесь за гипертонию. Я потом могу подойти и сказать, почему у человека гипертония, что нужно делать, чтобы ее не было. Бог же дал разум нам. Точно и в финансах Бог дает разум. Иногда мы не умеем управлять нашими финансами. Но я знаю точно, я всегда говорю, Боже, и знаете, второе, что я сегодня хочу еще сказать, то, что слово близко и будьте как дети. Доверяйте Богу. Знаете, я иногда прихожу к Богу и говорю, Господи, понимаю, что сейчас я, дай мне, дай мне, но мне зарплаты надо платить. Я говорю, Господи, я как ребенок приношу Тебе вообще все эти свои проблемы. Какие-то чаяния, какие-то надежды. Но я приношу к Тебе, как наш Савелий, понимаете, он не думает в этот момент, как он выглядит. Папа, дай, пожалуйста. Помоги, пожалуйста. Точно так же и Бог хочет вот этой детской веры от нас. Слово Божие говорит, что мы благословлены. Разные бывают просто моменты. Но так или нет? Ситуации разные бывают. В жизни разное бывает. Мы проходим через разные радости, печали, горя. Но Бог обещает нам, что Он нас не оставит. Я не знаю. Конечно, можно сидеть и Бубу говорить, что страна не та, денег нет, работодатель не тот. И вообще все не то. А можно, да, и люди не те. А можно каждое утро говорить, Господи, благословляю тело свое. Так или нет? Благословляю разум свой. Благословляю уста свои. Благословляю дом свой. Благословляю финансы свои. Благословляю детей своих. И даже если вы не видите, что еще пока дети, они не здесь. Мы благословляем их. Мы говорим это. Это лучше говорить слова веры, чем говорить слова неверия. Или говорить слова веры, а потом нас спрашивают. Сегодня, кстати, очень хорошее слово. То, что мы иногда играем вот в эту духоманию. Не болит. И очень важно мудрость вот эту понимать. Я говорю, да, иногда болит. Но я верю, что слово Божье говорит о том, что я имею право на исцеление. Я имею право на финансовое благословение. И Бог же дает нам возможности. Мы же все думаем, что нам конверт принесут. А Бог, бах, работа нам какую-то. Возможности. Еще что-то. Тут нужно иметь мудрость вообще держать глаза и сердце открытыми. Итак, где наша благословенная корзина? Мешочек. Пусть будут благословлены ваши дома, ваши финансы, ваши поля, ваши корзины. Я помню, каждый день, когда у нас реально были проблемы, я помню, каждый день я открывала второзаконие, еще 28 главу, помните? Там прямо вот, я говорю, Боже мой, в Слове Твоем написано. Я прямо читала. В физическом мире я, ну, пока не видела этого. Но я читала, я говорю, Боже, Ты сказал, что я буду взаимы давать, а не буду я просить взаимы. Что я буду людям помогать. И это замечательно, это нужно говорить. Не то, что не стесняйтесь, это нужно говорить в нашу жизнь. В жизнь наших детей, внуков. И вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, да? То, чего мы еще, может быть, не видим. Когда мы детей наших еще не видим здесь, когда мы, вот как я говорила, финансы, может быть, что-то. Но мы в своих глазах представляем и в своем сердце. И уже благодарим. Не просим каждый раз, а благодарим Господи. Благодарим Тебя. Предлагаю встать помолиться. Можете, да, как Костя сказал, кто-то сидя, кто-то стоя. Я роста маленького, так что я часто стою. Боже мой, благодарим Тебя за это семя. Мы благодарим Тебя, Боже мой, что у нас сердца даятелей. Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы имеем возможность сеять. Боже мой, мы благословляем этот дом Божий. Наш дом, Господи. Боже мой, мы благословляем друг друга. Благословляем работы. Боже мой, там, где мы находимся. Благословляем, Боже мой, наших работодателей. Мы благословляем, Боже мой, все, чем мы занимаемся, и мы, Господи, учимся верить. И мы благодарим Тебя за то, что мы благословлены, за то, что мы финансово обеспечены, Господи, и мы сеем. Благодарим Тебя, наш Отец, благодарим Тебя, Иисус, за Твою жертву, за Твой крест, за кровь, Боже мой, за то, что произошло на кресте. И, Господи, Ты обнищал ради нас, Боже мой, чтобы мы были благословлены. Благодарим Тебя, Господь, да будет так. Аминь.